Здравствуйте все! Сегодня у меня в плейлисте Pink Floyd и это не случайно, как говорится. Дело в том, что, помнится в прошлом видео, я сказал, что Дэвид Гилмор, точнее не я сказал, а один сайт сказал, официально заявил, что Дэвид Гилмор играет в соло Ванадо Брэк Эндэ Болл Пар Ту на Лисполе на Гибсоне, с такими звучками и с таким звуком, как будто это стартокассер, и на записи это действительно слышно. Отчасти этому, а в общем и целом сравнению Фендера, стартокассера, Гибсона и Лиспола, Ну, скажем так, в целом, это кассеры и Лиспола, модели этих гитар, этих моделей гитар будет посвящено сегодняшнее видео. Я даже поставил у вас списочек, тут 13 пунктов, более-менее, и по ним мы и пройдемся, постараемся достаточно быстро, чтобы не утомлять ни вас, ни меня. Ну что, давайте по порядку, что же нам интересно могут рассказать эти пункты и этот листочек бумаги. Итак, первое. Страт треугольник или Лиспол овал. Что я имею ввиду? При записи вы сможете увидеть, что страт даст вот такую диаграмму, а Лиспол вот такую. Что нам это дает? Ну, собственно, мы можем увидеть характер звучания. Но дело в том, что на слух нам это будет воспринимать очень сложно, если это вообще возможно. Поэтому, по большому счету, диаграмма остается просто диаграммой. И нам от нее никакой особой пользы нет. Вот, например, мы дернем струну на электрогитаре, неподключенной. А потом дернем на подключенной. Будет совсем другой звук, совсем другая длительность звучания ноты. Четырехфазная, которую я рассказал пока в предыдущем видео, где был принадлежный брикензовол. И таким образом сразу возникает вопрос. А что же собой представляет электрогитара? И почему Лисполос Ротокассер, вроде такие разные по форме и по содержанию, звучат, по сути, по крайней мере на записи, очень похоже? Ну, что значит похоже? Мы сейчас с вами пойдем дальше по пунктам. Последовательно, до самого конца. Второй пункт. Компрессия от шумоподавления. Хамбакер. Что это означает? Это означает, что хамбакер это шумоподавитель в переводе. Шумоподавление, как мы понимаем, это такой вид компрессии. Когда убираются лишние шумы, ну, не всегда, конечно, может быть просто шумоподавление. По большому счету это тоже нет, компрессия. Компрессируются звуки, сжимаются, уменьшаются, или вовсе удаляются. То есть задвигать это на задний план. Либо если они просто удаляются, это можно не рассматривать как компрессию. Но в случае с Лисполом, компрессия как раз таки происходит. Потому что со звукоснимателями хамбакеры вот эта вот диаграмма у стартокастера, помните, да, треугольничек? Он как бы сжимается, то есть убирается вверха и низа у этой диаграммы. Снизу и сверху она обрезается. И вытягивается. За счет чего увеличивается длина звучания ноты. Так называемый сустейн. Но об этом я говорил в предыдущем видео. Если вам интересно, что такое сустейн на самом деле, посмотрите его и, думаю, вам может быть интересно. То есть получается, что это искусственное преобразование. Но на слух-то оно все равно не воспринимается. То есть мы можем услышать отличия в изучении Лиспола и Таракастера, особенно если они не перегружены. Играются без перегруза, без distortion, без овертрайва. Но на деле, когда это воткнули, это воткнули, для этого включили. Различия как-то стираются. Три. Время звучания. Четырехфазное. Одинаковое. Да, об этом я как раз говорил в предыдущем видео. Если вкратце, то берете хотя бы ноту, я не знаю, ну Си. Последнюю туда, ближе к концу грифа. На девятнадцатом ладу. На первой струне. Заставляете ее звучать как можно дольше, а потом тем же боем, тем же приемом заставляете звучать как можно больше ее на Лисполе. Если первый был с автокассер, второй Лиспол. И получаем одинаковое время звучания. То есть от самого начала, от атаки до конца затухания, она будет звучать одинаково. Почему? Мензура почти не ощущается. Сравнение гитар. Ну да. Я вот играл и на Мензуре 629 мм, Лисполовской, с девятками, и на стратокассере с десяткой, с Мензурой 648 мм. Казалось бы, должно быть огромное отличие. Ну, стратокассер просто физически, нужно сложнее зажимать струны, делать бенды. Я такого не ощутил. Иногда мне даже сложнее играть на Лисполе, в зависимости, наверное, от моего состояния. Самочувствие. Ну, что тут можно сказать. Я поднял струны у стратокассера. То есть, когда я не поднял струны у стратокассера, играть мне на нем почему-то стало попроще. Ну, мне. Тогда, в тот момент. От этого казалось, что вроде бы проще играть с пониженными струнами, когда они более низко находятся. Дело в том, что некоторые риффы, некоторые пассажи играют проще с поднятыми струнами. Некоторые с опущенными. Из-за этого меняется характер звучания, меняется график. Можно, я думаю, это увидеть на записи. Ну, по крайней мере, на слуху ты это точно ощутишь. Особенно у неподключенной гитары. Вы услышите, как они становятся более глухими, если они низко опущены. Звон может появиться. А когда высоко, они более кристальные, более звонкие. Дело в том, что у Лиспола все наоборот. Если у него высоко струны, то они становятся более гнусавыми, более низкими. Если ниже их опускаешь, они становятся размытыми. Ну, как, собственно, и у Сарта Кастера. Просто у Челы Спойл. Почему-то, когда их поднимаешь, повышается его Лисполовость, как ее называют. Гнусавость, там, я не знаю, что там басовитость. Ну, басовитость это вряд ли. По-моему, басов одинаково. И у той гитары, и у той. А с Сарта Кастера повышается кристальность. Но не всем удобно играть с высоко поднятыми струнами. И не всех удовлетворяет звук. Компрессоры и приставки изменяют звук. Да, это действительно так. Про компрессоры я уже говорил. Но есть специальные приставки компрессора, которые этим занимаются. Есть просто приставки, перегрузы, квакушка. Они все изменяют вид звуковой волны. За счет этого может увеличиться или уменьшиться сустейн. И таким образом, можно Сарта Кастер сделать похоже на СПОЛ. СПОЛ на Сарта Кастер. Можно отредактировать. Да. Главное разобрать, что я написал. Можно отредактировать. Да, в редакторе, особенно на двух студии. Да, из себя на домашней студии. Сейчас это вполне возможно. Можно очень легко отредактировать. То, что мы слышим. Поправить, увеличить сустейн. Там подрезать, тут скомпрессировать. Запись складывает звучание. Попробуйте послушать на нормальной громкости. То есть, не нормальной, а на большой громкости. Можно на наушниках, можно без наушников. Чтобы вам лишние шумы не мешали. Бывает ли они не лишними. В этом случае. Чтобы вам лишние шумы не мешали, вы слышите на нормальной, приемлемой для вас, хорошей громкости. Так, чтобы не было слышно, ну, или почти не было слышно, звучание самих струн, а было слышно только звучание электрогитары из комба. А потом запишите это и послушайте на том же уровне громкости на записи. На этих децибелах. Желательно так же. Если вы слушаете наушников, то в наушниках. Если вживую, то вживую. И с того же комба, с того же компика. И сравните. И, как говорится, попробуйте найти свою гитару. Оборудование искажает звук. Ну, естественно, если вы играете на Marshall, у вас будет один звук. Если вы играете на Pewe, будет другой звук. На Mesa Boogie третий. На этих, на Orange, по-моему, они называются, да? Четвертый. Кубик пятый. Опять же вспоминаем компрессию. Звукоизвлечение и предрасположенность. Ну, естественно, все по-разному играют на гитаре. Кто-то пальцем, кто-то медиатором, кто-то толстым, кто-то тонким, кто-то металлическим, кто-то пластмассовым, кто-то быстро, кто-то медленно, кто-то глубоко погружает, кто-то нет, кто-то по-разному играет. Значит, от этого будет характер звука меняться. Толщина струн влияет на характер звучания. Ну, это естественно. Насколько я понимаю, тонкие струны будут колебаться с большей частотой, поскольку они меньше и у них больше амплитуда колебания. И можно добиться от них более острого звучания, более четкого. Ну, не знаю, будут ли они дольше колебаться, как это повлияет на соцсен, да, скорее всего, никак особенно не повлияет, по крайней мере, на слух, если мы не берем в расчет тюнер и записи. Ну, это все можно увидеть. Запись на графиках, я имею в виду, на тюнере, но слух-то ничего не поймет. А если мы еще и на рок-концерте, где музыка ровет, как, не знаю, накисли на Aerosmith, ну, на Рейн, ну, ладно, но все равно там что-то как-то это не очень слышно. Но накисли на Aerosmith, извините. Страт с синглами ближе к классической гитаре, да, действительно так. У него и мензура ближе к классической гитаре, то есть активная длина звучания струны, длина, активная длина до звучания струны. Она, сама эта длина, ближе по показателям, по математическим. И звук тоже такой резкий тынь, как колокольчик. По крайней мере, когда у подключенной гитары, без перегруза и настроены так, чтобы она так звучала. У Лиспола, соответственно, меньше мензура и... ну, не так он звучит, как классическая гитара. Совсем не так. То есть с ротокатер, по сути своей, должен быть, с ротокатер с синглами, должен быть ближе к гитаре. Гитаре такой, какой он задумывался изначально создателем, собственно, этого инструмента. Уж не знаю, кто он такой, но большое ему спасибо за все сложности и радости этого инструмента. А Лиспол нет, Лиспол другой. Ну, как что, это так получается, что на записи иногда невозможно отличить Лиспол от ротокастера. Вот попробуйте, послушайте, я не знаю. Деф Лепард. На какой гитаре играет Фил Коллин? На Страте или Супер Страте? По-моему, все-таки на Страте. На Страте с хамбакерами. Да еще и с Флойд Роузом. Ну, об этом я тоже говорю в большом виде по Флойд Роуз. Сустейн звучания вроде Лисполовский. Я, например, был абсолютно уверен, что это Лиспол. И Джо Перри из Aerosmith. Лиспол. Ну, у него ставят бирстбакеры. И звук получается, ну, где там за предельниц Сустейн, который позиционируется в рекламе. Все-таки я его не очень слышу. Нет, гитара, классный, там все звучит, все отлично, на конце это вообще супер. Хотя, у них такая, немножко нользовое такое звучание, но они сами этого не отрицают. Намерно гордятся этим и правильно. Пойдем дальше. О, тут я сейчас даже зачитаю сейчас, ближе к экрану. Звукосниматели снимают колебания, резонансная система имеет меньшее значение, чем классическая гитаря. Да, правда. Поиграйте на классической гитаре, где вибрирует все, весь корпус, где полость внутри гитары имеет значение, и то есть, все то, из чего сделана гитара, вплоть до бриджа и верхнего порожка имеет значение. И поиграйте на электрогитаре, которая никак практически не звучит, и подключенная, опять же, если вы не покопались в ее настройках. И попробуйте ее подключить, и послушайте разницу. Ну, последний, тринадцатый пункт. Проводка, потенциометры и кабели. Вот, допустим, есть видео, где сравнивают чипсон, то есть, китайский гипсон, подделку под китайский гипсон, и сам гипсон, и у них разная проводка. И автор видео даже говорит, что очень уж как-то похоже, ну, то есть, не гипсон, а эпифон. Ну, официальную копию гипсона, эпифоновского, эпифон, и чипсон. И автор видео говорит, что-то как-то по всему, и по тому, как сделан, то, как звучит, очень уж похоже на эпифон. Эпифон, конечно, лучше звучит. Так, в крайней мере, тот, который ему достался, и который он купил, в два раза дороже. Но и чипсон звучит хорошо. И он уделял особое внимание проводке, которая, наверное, может быть единственная, что в этой гитаре отличается от той, другой гитары. Что в чипсоне отличается от эпифона. Потенциометры, которые убирают, прибавляя звук, который его регулирует. Естественно, они являются громкой, это звук электрогитары, которая наполовину электрическая, а наполовину механическая, наполовину акустическая. Да. Наполовину. Ну и кабель, то, как они проводят звук, насколько они его искажают, искажать ли они его вообще. Наверное, все-таки искажает, насколько и сильно, и в какую сторону, прибавляют там верхи, низы. Опять же, можно всегда покрутить регуляторы, да, добавить страт басов, уменьшить басы в лесполе, и получим, что леспол вроде не такой низовый, а вообще изначально он низовый. Вот мы приходим к тому, что в пункте 13.1 у нас написано Another Break in the Wall Part 2. То, про что я говорю, что Гилмор играет на лесполе с такими звучками, наверное, все-таки сингловскими, похожими на синглы. Ну, например, с шумоподавляющими. Скорее всего, у него на гитаре, на сардокастере стоят именно такие. То есть, эти, как они же называются-то? Ну, короче говоря, бесшумные синглы. Humcancellery они называются по-английски. Ну, но у него-то, скорее всего, звучат другие звуки. Вероятно, синглы, либо хамбакеры с отсечкой. И получаем, почему-то, у нас бы называлось стеклянный звук. Ну, он играет на сардокастере. Ну, конечно, сардокастере. Какие могут быть вопросы? На Лисполе. На Гипсоне. И Blackmore. На концерте звучал плавно. Господи, что я здесь написал? И не стеклянно. Да. Я ждал очень стеклянно, очень резкого звука, особенно после выступления одной группы. По-моему, передай раз митра и виной. У них сардокатер звучал очень резко, очень стеклянно. Ну, что даже немножко ушам было неприятно. Еще громко, еще громко. Blackmore звучал потише, и у него был такой плавный, такой мягкий, такой приятный звук. Не Лисполовский, ну, каким его принято считать, и не сардокастеровский. Что-то между, что ли. И настолько это было приятно, не стеклянно и мелодично, как на его подних записях, только, наверное, еще лучше. И вживую это ощущалось. Вот и сардокастер. Хотя, надо сказать, что, допустим, когда Равинес со сардокастера перешли на Лиспол, разница почувствовалась очень быстро. Значит, быстро изменился характер звучания. Сразу почувствовалось, что другая, по крайней мере, другая гитара, другая электрогитара. С другими составляющими, поскольку электрогитара это система. Она, конечно, и акустическая система, но это цельный инструмент, где все, братует единое целое. А тут, что-то одно убрал, получилось другое. Другое добавил, получилось третье. Заменил одно на другое, четвертое. Ну, заключение, все-таки, хотел бы сказать, в качестве постскрипта. Так что же, понятие сустейна, и атаки, они запутанные, это путаница. Мы сами себя вели в заблуждение, нас вели в заблуждение. Что такое хорошая атака? Хорошая атака, это которая уходит резко вверх, далеко, и потом после нее идет долгий спад, до ноты, которая, собственно, интересует музыканта. или хорошая атака, это которая быстро входит в ноту и приводит при маленьком спаде к сустейну. Я сейчас, кстати, описал, как звучит на графике с ротокастия сначала, а потом или с пол. Так у кого из них лучше атака? У того, который, если музыка слышна, не обращать внимание. Мы уже заканчиваем. Так у кого же из них лучше атака? У кого лучше сустейн? Какое-то вообще имеет значение, если ты можешь увеличить сустейн, допустим, бэндом на Леспоре или на сортокастере и добиться одинаковой длины звучания ноты. У четырехфазных, хоть и четырехфазных. Тут, наверное, главное, как играть. Попробуйте настроить одинаковое оборудование. Что значит настроить одинаковое оборудование? Ну, как вам нравится, допустим. И постараться одинаково по громкости, по положению звучков, возможно, если они одинаковые. По виду струн, по их высоте. Ну, короче, вообще совершенно одинаково настроить две разные гитары стартокатер или спол. и подключить их. И послушать друг за другом. Живу, без наушников, на одной и той же громкости. Желательно, чтобы не так, чтобы орал, чтобы хотя бы что-то было слышно. И на перегрузе. И, как говорится, попробуйте найти десять личей. Ну, сначала хотел попробуйте найти два-три. Одну-то вы, скорее всего, найдете. дружин это стартокатер, а это лесбол. Ну, вот и интересно, что же из всего этого получится из возможности экспериментировать с гитарой, менять гитару, электрогитару и гитарный звук. И что такое в конце-то концов атака и сустейн? И почему фендер и гипсон воюют? Почему тротокастер считается антиподом лесбола? Когда лесбол может звучать как тротокастер, тротокастер может звучать как лесбол. Не на записи, не на записи. Пусть каждый даст свой ответ сам. С вами был Григорий Неделька. Он же ган. Чао-чао.